Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Давно замечаю, что когда я в хорошем настроении, обязательно что-нибудь случится или кто-нибудь испортит его. Что это и как исправить? Никак. Ведь абсолютно нормально, как мне кажется, в нашей жизни знакомиться с такими ситуациями, с такими моментами, где и когда нам что-то порчит настроение. То есть, на мой взгляд, это вполне адекватное и вполне нормальное явление. Другой вопрос, как мне кажется, заключается в том, как вы сами к этому относитесь. То есть, почему-то вы относитесь к тем вещам, которые возникают, которые происходят, я имею ввиду с вами, вы к ним относитесь вот как к чему-то, что портит вам настроение. Получается, что как будто бы ваше настроение, оно не совсем ваше. То есть, как будто бы оно настроение, как будто бы неустойчиво, что ли, получается. Вот. И это, собственно, к вам вопрос как раз таки. Может быть, это именно, что такое вот настроение в узком смысле слова. То есть, имеется в виду, что вы себя, например, убеждаете, что все хорошо, стараясь игнорировать какие-то вещи в вашей жизни, которые вас расстраивают, какие-то элементы, которыми вы недовольны. И убеждаете себя, в общем-то, в том, что все у вас хорошо. Хотя на самом деле, ну, это не совсем так. На самом деле, не совсем у вас все хорошо. Например, да, допустим. И вот, как бы здесь, на мой взгляд, история как раз про то, чтобы посмотреть, насколько вы устойчивы, так вот, так скажем, да, насколько вы устойчивы в... ...в своем настроении. И устойчивы ли вы в нем вообще. Потому что, ну, например, у меня сложилось такое впечатление, допустим, что если вам можно легко испортить настроение, то, ну, как бы вы не устойчивы в нем. А значит, вы не очень уверены в себе, а значит, вы не слишком, так скажем, внимательны к своей жизни. Вот. И, соответственно, это вопрос к тому, как вот вы вообще организовываете свою жизнь в целом. Как бы. Вот. Я бы так, наверное, вам бы ответил. Ну, вот, с такой точки зрения, с такой бы позиции, я бы, я бы вам ответил. Вот. А дальше уже можно было бы смотреть, куда вам дальше двигаться. Вот. А если вы, условно говоря, цепляете именно что, цепляете на себя определенные аспекты, да, если вы цепляете на себя негатив, то есть обращаете на него внимание, заостряете на него внимание, если для вас он важен, то на это есть причина. Если ваше хорошее настроение, настроение, это просто хорошее настроение, вот, ничем не подкреплено. То есть, ну, условно говоря, вы не подкрепляете его удовольствием, наслаждением, реализацией, какими-то чувствами, да. Ощущением, что вы на своем месте, если ничего этого не происходит, то, конечно, вам, ну, достаточно легко будет настроение сбить. Очень легко. Вот. Потому что там просто что-то перебьет по своей значимости и по своему влиянию, вот, что-то перебьет другое. Ну, тут вопрос исключительно, вот, в контексте, как мне кажется, о вашей, ну, вашей организации жизненной, вот. Понимаете, да? Вот. Поэтому смотреть, конечно, здесь лад, только решать, конечно, лад, только. Ну, я бы обратил внимание вот на эти аспекты, как на такие вот достаточно значимые, достаточно важные. Вот. И, обращал бы на, ну, обращу бы в первую очередь на это внимание, на верное. Вот. Дальше уже, соответственно, ну, это, как бы, такой, своего рода старт, да? Вот. Я бы с этого именно стартовал. А дальше уже можно в процессе психотерапии, да, разобраться более подробно. Ну, опять же, из вашего вопроса, я лично не совсем увидел, а, какой специалист вам нужен, вот. Понимаете? А, вот, здесь всё. Какая штука? То есть, вот, вам, ну, какой-то, вот, специалист нужен, а какой, я пока не понимаю. Потому что вы говорите, что, вроде как, ну, вы говорите, что мы же не знали, куда определиться свой вопрос, да, и так далее, вот. То есть, как бы, вот, такого вот, ну, такой прямой у вас направленности на психотерапию, или прямой направленности к психологу, да, у вас... Как будто бы нет, вот, а было бы здорово, если бы она была. По крайней мере, можно было бы тогда кто-то решить. Для вас, чего вы хотите, вот, и, ну, в каком направлении хотели бы двигаться. Вот, потому что сейчас, сейчас это, на мой взгляд, ну, максимально абстрактно выглядит, максимально абстрактно вообще звучит, скажем так. Вот, поэтому, смотрите, сами, вот, выбирайте, куда вас, куда вам двигаться тоже сами по возможности. Вот. Но определите ЛФБ, какая помощь вам нужна. Вот, потому что, а... А я, например, эээм... Не сторонник, а... Допустим... Ну, какой-то, вот, ээ... направленностью, ну, как бы, вот, в сторону исправления чего-то, допустим. Вот, я больше сторонник все-таки, наверное, исследований, вот, понимаете, да? То есть я больше сторонник, ну, нахождения определенных сторон, да, и путей, способов разрешения проблемы, а не позиционирования ситуации, вот, так скажем, как такую, которую нужно исправлять. Ну, повторюсь, повторюсь, это вопрос с дефиницией, вот, ну, скорее всего. Поэтому тут нужно максимально индивидуально, максимально индивидуально все рассматривать, вот, с позиции того, чего вы хотите. Как-то так. На этом все. Буду вам благодарен за обратную связь. По моему ответу, это позволит вам начать работу над собой, да, позволит вам начать что-то менять, если вы, конечно, этого хотите, безусловно. Вот. Я вам, в свою очередь, желаю удачи, всего самого доброго, вот, я не буду желать вам, чтобы всегда было хорошее настроение, потому что я считаю, что всегда хорошее настроение быть не может и не должно быть, вот. А разница в настроениях, в принципе, в принципе, обозначает, что, ну, есть какие-то переживания, на которые вполне вероятный метод слабости внимания. Вот. Если бы не было этого, то вы, кстати, не обратили внимания, ваша жизнь была бы бедной. Вот. Удачи вам. Всего самого доброго. Всего самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...